Инструктаж перед началом охоты – обязательный пункт. Хоть и главное оружие здесь – фотокамера. Соревнования по бёрдингу проводят в Уссурийске. Место встречи – парк «Зелёный остров», цель – птицы. Ванёк, слышишь, а вон птичка сидит. Ваня и Никита, чтобы поучаствовать в бёрдинге, преодолели 150 километров. Приехали пятиклассники из Арсеньева. Кроме соревнований, школьники преследуют цель сравнить разнообразие птиц двух приморских городов, так как с фауной пернатых у себя дома мальчишки очень хорошо знакомы. Воробей, сорока, ворона, голубь, потом рябчик. Перечисленные Никитой пернатые обитатели городов – самое распространённое, разве что к ним можно ещё причислить ворону, сороку, синичку. Парк «Зелёный остров» был выбран для состязания не случайно. Такой участок леса посреди каменных джунглей может скрывать и нехарактерные для урбанистической среды представители вида. Здесь всегда мы можем встретить поползни. Это птица у нас тоже, любой небольшой лесочек, там она будет. Синицы, гаечки и восточные синицы, фазаны, кстати. Они тут вот кричат сейчас, их можно тоже увидеть. На реке вот пролетали и утки, те же кряквы. Может быть, кому-то посчастливится мандаринку встретить. 11 команд разбрелись по парку в поисках фотодобычи. Поучаствовать в бёрдинге приехали также сборная команда взрослых из Владивостока, из Уссурийска студенты школы педагогики, двух институтов сельхозакадемии, лесного хозяйства и животноводства и ветеринарии. Ну и школьники нашего округа. Ну кого-то уже удалось щёлкнуть? Да. Кого? Косырок. Сыроки здесь повсюду обитают. Самое обидное, что мы звук-то слышим, а птичек не видим. На, так сказать, отлов птиц командам отвели три часа. После этого участникам дают три дня для определения видов и заполнения перечётной ведомости, где им предстоит указать точное количество и название пернатых. Бёрдинг в Уссурийске проходит при поддержке нацпарка «Земля леопарда», который подготовил победителям призы. Основные подарки – это, конечно же, наши определители птиц, которые помогут участникам в следующем году определить ещё большее количество пернатых и, я думаю, помочь нам в определении местной орнитофауны, в расширении наших собственных знаний. А ещё победители и призёры соревнований получат брендированную продукцию «Земля леопарда» в виде атласов, футболок, ручек и других разнообразных сувениров. Стоит отметить, что бёрдинг планируют проводить регулярно, а все данные, которые соберут участники в дальнейшем, могут быть внесены в книгу описания орнитофауны Уссурийска. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.